Привет-привет! С вами Лилия Донскова и сегодня мы поговорим о масле, специальном смягчающем для удаления макияжа. Или по-простому гидрофильное масло. Итак, в чем же его преимущество перед другими очищающими средствами? Я не могу сказать, что оно лучше или хуже, оно просто совершенно другое. И принцип его заключается в том, что его нужно сначала нанести на кожу, втереть в кожу, потом добавить немножко воды и оно станет как эмульсия. Мы с вами сейчас все попробуем. И после этого смыть просто водой. Проверим заодно, насколько чисто очищает это масло. Я им пользуюсь уже третий день. И пользуюсь, кстати, только на ночь. Утром я умываюсь гель-тоником, а на ночь, когда много-много макияжа, как сегодня, например, на мне два слоя тональной основы, много-много пудры, румяна. И я это все сейчас буду смывать с помощью этого гидрофильного масла. Вот держу коробку, показать, что оно приходит вот так вот к обычной коробке. На вейдж беленькая коробочка, которая, в принципе, быстро выкидывается, остается только одно масло. 150 мл. Оно с дозатором. Это очень важно. И обожаю все продукты, в которых есть дозатор, потому что это просто суперудобная нанотехнология. Здесь есть поворот open и stop. То есть открыли, закрыли, что тоже удобно, если берем с собой в дорогу, чтобы масло не пролилось. Как-то была у меня такая ситуация, что флакончик не закрыли, и надавилось, вылилось все. Это было, конечно, весело. Итак, что нужно делать? Ну, первое, конечно же, я уберу волосы, потому что они мне будут сейчас мешать. И я их соберу в пучок. Просто в пучок, как обычно я делаю. Я не использую, кстати, никакие повязки, когда умываюсь. Мне достаточно просто, чтобы волосы мне не сыпались на лицо, потому что иначе я их все намочу, и они мне будут мешать. Просто закалывала такой шпажкой специальной. Все, волосы мне не мешают. И как вы видите, на мне много-много макияжа. Но самое интересное, что я переживала, можно ли снимать макияж с глаз, потому что написано, что снимает даже водостойкий макияж. И в каталоге я нашла вот такую подсказку, смотрите, протестирована под контролем офтальмологов. То есть это значит, что можно использовать на глазах, если я правильно понимаю. Ну вот, что еще нужно вам знать из этого? То, что все женщины подтвердили, что очень хорошо увлажняет, легко смывает, чисто-чисто очищает кожу и так далее. Ну, лучше самим попробовать, чем сто раз это прочитать. Итак, открываем. И на сухую кожу с макияжем я просто буду вот так, наверное, вот сюда вот выдавлю. Я, кстати, одно нажатие использовала и переношу маслица на лицо. Верхнюю часть не буду трогать, я глазки смывать не хочу маслом пробовать. Не знаю почему, мне это не очень комфортно. Сейчас будет делать вместе с вами. Я потом это все смою, но достаточно близко к глазам буду подходить. Итак, смотрите, масло наношу. Вижу, как тональная основа, пудра, все начали двигаться. Они в шоке. Что происходит? Просто делаю легкий массаж, по массажным линиям двигаемся. То есть, смотрите, носик вниз. От крыла носа я пошла двигаться к вискам. От середины подбородка я двигаюсь к мочке уха. Подбородок, да, прохожу, все аккуратненько. Шею не трогаю, но, в принципе, как работать шеей, тоже расскажу. Вот эта передняя часть мы работаем вверх, а боковые уходим вниз. То есть, когда вы будете это делать в удобной своей обстановке в своей ванной, то вам будет просто по кайфу вот это все делать. Вот, я помассировала, все впитала масло. Масло, то есть, не впитала, а я его аккуратно везде-везде распределила. То есть, я убедилась, что масло сработало. Теперь нужно добавить воды. Я просто смачиваю пальчики. Смотрите, я их просто намочила и начинаю добавлять водички. Ой, как прикольно. Вот она, эмульсия мгновенная. И она сразу весь макияж поднимает на поверхность. И ее останется просто смыть. И вместе с этим смоется и весь макияж. Какой бы он ни был, стойкий, многослойный, корректоры, хайлайтеры, бронзеры, все, что вы использовали, все абсолютно растворится. Вот оно все белое такое. Вот оно пошло, пошло. О, какая бяка. У меня есть моя любимая губка. У меня, кстати, надо обновить спонж коньяку. Мне очень нравится спонжем умываться. Но сейчас я его выкинула, но вы еще не заказала. Я использую такую вот губочку. Мне удобно сейчас будет это сделать. То есть я соберу, смываю. Смывается все это очень круто. Масло, кстати, я заметила, абсолютно не оставляет пленки на лице. То есть это как будто и не масло. Оно сразу все смывается. И просто мягкая-мягкая, нежная кожа. Я думаю, что в восторге будут обладать им сухой кожей. Или склонны к сухости. Или у кого шелушение. Потому что это мгновенное ведет очищение и желанное питание. При том, что это питание не перегружено тяжелым, густым кремом. А это именно на этапе очищения просто кожа мягенькая, становится розовенькая. Ну, в общем-то, вот так вот это выглядит все. Очень классно. Знаете, для того, чтобы подтвердить чистоту эксперимента, нам с вами нужно убедиться, что вся косметика смылась. Я чуть-чуть промокну лицо полотенцем, прям капельку, чтобы воды на нем не было, чтобы она на меня не капала. И я приготовила ватный диск. Ватный диск. И тоник тоже на вэйдж. Я сейчас просто протру лицо в тех местах, где мы умывались. То есть беру тоник. Мне просто интересно, будет ли ватный диск таким же чистым, как он и должен быть. Да, абсолютно чистый. То есть чистота эксперимента доказана. Потрясающее средство. Знаете, я прежде чем немножко шею потрогала, она шеи не смыла. У меня тут тоже везде тон. Я потому что сегодня была в глубоком декольте и выровняла все-все-все, чтобы на фотографии это выглядело красиво. Но сейчас буду дальше умываться уже отдельно. Но в любом случае, что я хочу сказать. Я очень довольна. Если вы думаете брать или не брать это масло, однозначно надо побаловать себя. Еще знаете, как рекомендую делать? То есть можно делать сначала маслом умыться, а потом гель тоником или гелем из вашей серии, который вы используете. И потом протереть лицо просто тоником. То есть многослойный уход, он приветствуется. То есть чем больше этапов, тем больше кожа балдеет. И благодарна вам за то, что вы вкладываете в себя время, любовь, деньги в конце концов. И тогда, конечно, кожа будет всегда выглядеть сияющей, молодой и очень красивой. Поэтому я однозначно довольна покупкой. Буду всем-всем-всем рекомендовать. Кстати, очень просто. Можно попробовать. Если вы используете такой метод рекомендации через тестирование, то я вам сейчас расскажу фишку, как можно сделать тест-драйв. То есть вы берете с собой какой-нибудь стойкий карандаш. Тушь можно, корректор. И мажете клиентке или подруге толстым-толстым слоем на руке. То есть делаете ей разные продукты, показываете, выкладываете их на руку. Потом выдавливаете одну каплю. Пусть она это сама все разотрет. Возьмите тарелочку с водой или пластиковую чашечку. То есть эксперимент можно делать вообще легко. Бутылочку с водой с собой носите. И этот тест-драйв можно сделать и в офисах, и в магазинах. То есть везде, хоть на рынке. И ватные диски с собой. Пусть она помассирует. Потом намочила пальчики водичкой. Она увидит, как это превращается в эмульсию. И все это растворяется. Я, кстати, пробовала. Мне очень понравилось. И потом просто протрите ватным диском. То есть смойте до конца, чтобы у нее было комфортное ощущение. Вот после такого девушка сразу, женщина увидит, насколько это чистое, мягкое ощущение. Она почувствует состояние кожи. Что она сразу станет увлажненная, мягенькая, сияющая. Вот я сейчас вот просто трогаю. Мне очень комфортно. И видно, что личико такое розовенькое, хорошенькое. Все, осталось только до конца умыться и нанести крем. Вот. Надеюсь, вам мои рекомендации будут полезны. Если вы сделаете такой эксперимент, а я это точно буду делать. Потому что сейчас это тренд. И про гидрофильное масло говорят, мне кажется, все на каждом углу. А девушки всегда хотят пробовать что-то новенькое, быть в тренде и давать своей коже максимально все хорошее по выгодной цене. Если вы сделаете эксперимент, напишите мне в комментариях, насколько он у вас удачно прошел. Были ли заказы или хотя бы любопытство и желание пробовать. Но может быть не сейчас. То есть бывает такое, что у девушки просто сейчас все закуплено. Не нужна дополнительная косметика или трудности финансовые. То есть вы не переживайте. Если человек отказывается, это не значит, что он вам говорит нет. Он говорит, ну попозже я закажу. Может быть. То есть не теряйте связи с клиентом и через какое-то время опять возвращайтесь к этому продукту. И рассказывайте, что вот я пользуюсь, мне так нравится, кожа становится лучше и лучше. Но это при условии, что вы действительно пользуетесь и вам нравится. Никаких не искренних слов. Ну что, пишите в комментариях. Если видео полезное, поставьте лайк обязательно. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч. С вами была Лилия Донского и гидрофильное масло. Пока-пока. GoPro с топ видео. Видео. Субтитры сделал DimaTorzok